Приветствую всех зрителей канала Техноарена! Существует множество моделей бюджетных смартфонов, но лишь единицы из них действительно хороши и производителям таких устройств удается найти баланс между ценой и качеством. В этом видео я расскажу вам именно о таких смартфонах, которые имеют неплохие для своей стоимости характеристики и их можно будет купить менее чем за 100 долларов. Ну а перед тем как я начну напомню вам, что на канале Техноарена регулярно выходят новые топы, сравнения и обзоры, поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе лучших смартфонов и гаджетов, а также выгодных цен на них. Кстати посмотреть актуальные цены на всех героев данного ролика вы сможете на специализированных ресурсах, ссылки на которые я оставлю в описании. Также хочу сказать, что буду признателен вам за лайки и комментарии, которые очень помогают в развитии канала. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я расскажу о лучших смартфонах стоимостью до 100 долларов. Поехали! Открывает наш топ ZTE Blade A31, доступный для покупки в конфигурации на 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Смартфон поддерживает установку карты microSD, а также параллельную работу двух сим-карт, а за счет облегченной версии Android даже с 2 гигабайтами оперативы и бюджетным процессором Unisoc SC9863A, он довольно шустро работает и хорошо справляется с повседневными задачами. Главное не перегружать его одновременным запуском нескольких приложений. Из особенностей ZTE Blade A31 стоит отметить его компактные размеры и небольшой вес. Им очень удобно пользоваться одной рукой, причем даже детям. Правда стоит учесть, что компактность сказывается и на размерах экрана. Его диагональ составляет всего 5,45 дюйма. Также смартфон примечателен наличием NFC-модуля, так что с его помощью можно будет оплачивать покупки. Что касается камеры смартфона, то не стоит рассчитывать на качественные снимки. Все-таки это бюджетный аппарат. Тем не менее, при хорошем освещении можно будет получить более-менее достойный снимок на 8-мегапиксельную основную камеру. Ну а что касается автономности ZTE Blade A31, то он имеет батарею емкостью 3000 мАч, которая в сочетании с небольшим экраном сможет обеспечить до двух дней работы без подзарядки, если не злоупотреблять играми, просмотром видео и сайтов в интернете. Следующий герой нашего топа – Nokia C01+. Этот смартфон имеет скромный объем оперативной памяти на 1 гигабайт, но не стоит пугаться, что он будет вечно тормозить. За счет восьмиядерного процессора Unisoc и облегченной версии Android 11 Go Edition смартфон хорошо справляется с запуском браузера, проигрыванием видео и простыми играми. Главное не перегружать его одновременным выполнением нескольких задач. Что касается встроенной памяти, то ее тоже мало, всего 16 гигабайт, но к счастью Nokia C01 Plus поддерживает установку карты памяти. В плане камер смартфон ничем похвастаться не может. В нем установлены два модуля по 5 мегапикселей и стоят они здесь для галочки. Впрочем, лишними не будут. Пригодятся для видеосвязи и фотографирования документов. Из достоинств же Nokia C01 Plus стоит отметить компактные размеры. Он без проблем помещается в кармане и им удобно пользоваться даже ребенку. Но как и с предыдущим участником топа, компактность сказывается на размерах экрана. Его диагональ составляет всего 5,45 дюйма. Но зато он имеет неплохую для бюджетного устройства цветопередачу и разрешение 720 на 1440, обеспечивающая четкую картинку. Также стоит отметить, что смартфон отлично держит заряд и благодаря батарее на 3000 мАч сможет день или два обходиться без подключения к розетке. В общем, если вы ищете компактную и недорогую звонилку с возможностью выхода в интернет для себя или ребенка, стоит обратить внимание на эту модель. Еще одна Nokia в нашем топе – смартфон Nokia C20, который можно будет купить в версии на 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Он может похвастаться большим экраном с диагональю 6,5 дюймов, на котором будет удобно читать тексты, пользоваться приложениями и смотреть видео. Правда, стоит учесть, что у экрана довольно скромное разрешение, но пиксели становятся заметны только тогда, когда смартфон подносишь близко к лицу. Из других особенностей Nokia C20 стоит отметить процессор Unisoc SC9863A, который в сочетании с 2 гигабайтами оперативной памяти и оптимизированной операционной системой Android 11 Go обеспечивает смартфону быструю работу с минимумом подлагиваний. Что касается съемки, то камеры тут стоят больше для галочки. А вот в плане автономности Nokia C20 порадует аккумулятором на 3000 мАч, который обеспечит сутки активного пользования без подзарядки. Также смартфон может похвастаться поддержкой карт памяти объемом вплоть до 256 гигабайт, разъемом для наушников, а также прочным корпусом с рельефным покрытием тыльной стороны, который будет препятствовать выскальзыванию устройства из рук. В общем, это неплохой вариант при бюджете в 100 для звонков, просмотра роликов и веб-серфинга. Ну а узнать точную стоимость этого, а также других смартфонов из данного топа, как я уже говорил, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые оставлены в описании. Продолжает наш топ ZTE Blade A51 Lite, который имеет 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Из особенностей смартфона стоит отметить экран с диагонали 6,88 дюйма. Разрешение у него HD+, но изображение выглядит довольно четким и пиксели не бросаются в глаза, так что подолгу смотреть различный контент с такого экрана будет комфортно. Сердцем ZTE Blade A51 Lite является процессор Unisoc SC9863A. В сочетании с 2 гигабайтами оперативной памяти и нетребовательной к ресурсам смартфона операционкой Android 11 Go, он обеспечивает довольно шуструю работу интерфейса и приложений. А что касается съемки, то для своей стоимости смартфон имеет довольно неплохую камеру с разрешением 13 мегапикселей. Ждать шедевров от нее, конечно же, не стоит. Тем не менее, при хорошем освещении такая камера позволит сделать неплохие для бюджетника фотки. Из других особенностей ZTE Blade A51 Lite стоит отметить возможность установки двух сим-карт и карты памяти. Режим HDR в приложении камеры, а также батареи емкостью на 3200 мАч, обеспечивающие сутки активного пользования без подзарядки. Еще один представитель ZTE в нашем топе – смартфон ZTE Blade A51. В отличие от Lite-версии, его можно будет купить в версии на 2 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. А если предоставленного производителем объема внутреннего накопителя окажется мало, то в смартфон можно будет установить карту памяти. Из достоинств ZTE Blade A51 стоит отметить большой экран диагональю около 6,52 дюйма, на котором будет комфортно смотреть различный контент. Также он может похвастаться разъемом USB Type-C и наличием сканера отпечатка пальца, расположенного на тыльной стороне. Он отлично распознает владельца и срабатывает быстро. Помимо этого стоит отметить основную камеру, получившую сенсор с разрешением 13 мегапикселей, с автоматическим распознаванием сцен и настройкой параметров для создания более качественных снимков. Правда, ждать шедевров съемки все-таки не стоит, ведь это бюджетный смартфон. Зато чем ZTE Blade A51 действительно хорош, так это батареи на 3200 мАч, которая обеспечивает ему сутки активного пользования без подзарядки. А еще у него есть NFC-модуль, который позволит оплачивать покупки бесконтактным способом. В общем, это отличный смартфон в пределах 100 долларов, который сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Далее в нашем топе идет смартфон Tecno Spark 7, который в версии на 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Этот смартфон может похвастаться большим экраном с диагональю 6,5 дюймов, на котором будет комфортно играть, смотреть видео, читать и пользоваться приложениями. А за счет приличного запаса яркости информация на таком экране будет хорошо видна даже на улице днем. За производительность Tecno Spark 7 отвечает процессор Mediatek Helio A25. Он не бьет рекордов в различных тестах и тем не менее обеспечивает быструю работу интерфейса и нетребовательных приложений. А что касается съемки, то Tecno Spark 7 может похвастаться 16-мегапиксельной основной камерой, которая делает неплохие для бюджетного смартфона снимки. Правда, стоит учесть, что качество снимков напрямую зависит от уровня освещения. Из других особенностей данного смартфона стоит отметить наличие сканера отпечатка пальца и NFC модуля, возможность установки карты памяти и двух симок. Ну а что касается автономности, то в этом плане Tecno Spark 7 точно не разочарует, ведь в нем установлена батарея емкостью 5000 мАч, так что такой смартфон сможет спокойно обходиться пару дней без подзарядки даже при активном использовании. Завершает наш топ смартфон Realme C11 версии 2021 года. Который в пределах 100 долларов можно будет купить в конфигурации на 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Этот смартфон имеет хороший для его стоимости большой 6,5-дюймовый дисплей. И даже его скромное разрешение HD+, нисколько не портит впечатление от просмотра видео, игр и чтения текстов, так как зернистость практически незаметна, если не подносить смартфон близко к лицу. Для бюджетника Realme C11 2021 работает довольно шустро. За счет хорошей оптимизации оболочки и 8-ядерного процессора. Правда большое количество приложений на нем все-таки запускать не стоит. 2 гигабайт оперативы может попросту не хватить, зато с автономностью у смартфона полный порядок. За счет батареи емкостью 5000 мАч и режима суперэнергосбережения можно будет на пару дней забыть о подзарядке. Помимо этого Realme C11 2021 может похвастаться возможностью подзаряжать другие устройства благодаря реверсивной зарядке, так что его можно будет использовать как пауэрбанк. На этом у меня сегодня все, напоминаю, что в описании под роликом я оставил ссылки на сайты, где можно будет посмотреть и сравнить цены на всех героев данного топа. Ставьте лайк, если ролик вам понравился, пишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы бы купили себе или своим близким. А также не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена!